Публичная ругань между местными чиновниками и ТГК-14. Еженедельные совещания в администрации города, где каждый раз обсуждают работу ресурсников, отмечая их рвение закончить всё побыстрее да покачественней. Рассмотрение жалоб от жильцов, кому не посчастливилось оказаться в окружении коммунальных окопов. Требования жесточайшего контроля над исполнением работ со стороны городского комитета хозяйства и контрольной инспекции. Влияет ли всё это на наращивание темпов работ со стороны ресурсоснабжающих организаций. Громогласная речь сети менеджера про порядок на местах раскопок была произнесена 4 октября. Слушатели внимали, кивали и обещали взять всё под строжайший контроль. Получилось ли? Вот вам пример. Посёлок КСК, улица Труда. Паспорт объекта гласит, ведётся капитальный ремонт участка. Заказчик – ПАО ТГК-14. И снова натыкаемся на удивительную вещь – недостоверную информацию в документе. Если до окончания срока работ время ещё есть, то вот начало ремонтной кампании вызывает недоумение. Согласно паспорту объекта, работы ведутся с 27 сентября этого года. Однако местные жители утверждают, что по окопам ТГК-14 они прыгают уже больше месяца. Очень давно. Причём я даже не могу припомнить, сколько. Наверное, уже с месяц. 27 сентября – это всё ерунда. Они не 27 сентября появились, они появились раньше. Ну вот по весенней они уже как бы зарыли, а вот здесь я не знаю, когда они закончатся. Также, со слов очевидцев, большую часть времени работников здесь видно не было. Приехали, перекрыли проезд, раскопали трубы, уехали. Действительно, я хожу практически каждый день мимо вот этой вот ямы. И только сегодня, вот и вчера вечером я видела, что зарывала вот эта вот установка какая-то. А до этого просто стояло всё открыто? А до этого просто стояло, да. Наверное, потому что слишком тепло на улице для них. Наверное, думаю, что придёт, когда зима, и всё это подороже будет стоить. Я думаю, так. Недобрая традиция процветает в последнее время в Чите, когда паспорт объекта переписывается на коленке или вовсе содержит в себе недостоверную информацию. Смеем предположить, что первоначальные сроки начала и окончания работ были совсем другими. Как доказательство, сорваны ранее паспорт объекта, который сейчас валяется в куче мусора рядом со строительным вагончиком. А люди продолжают ждать, когда их улица снова станет свободной от этих гигантских канав. Помимо жилого сектора, рядом с раскопками находятся и другие учреждения. Полиция, колледж, военные училища и социальный приют. Со слов горожан у ТГК-14, хорошо получается только собирать долги с населения, обрезать тепло и горячую воду неплательщикам. Такому контролю нужно поучиться и городским чиновникам, чтобы своевременно обращать внимание на претензии людей относительно раскопок и штрафовать ресурсников за срывы сроков. Тогда, может, и раскопок станет меньше, и дороги будут целее, а четинцы спокойны, что зиму они проведут гарантированно в тёплых и незатопленных квартирах. Виктор Соловьёв, Иван Дементьев, ЗАПТВ